Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и поблагодарил за пять лет президентства. Об этом говорится в официальном обращении главы государства, опубликованном на официальном сайте президента. Порошенко отметил, что Украине удалось сберечь демократию даже в условиях российской агрессии. Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой и национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством, отметил Порошенко. По его словам, сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели. Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, Новороссию похоронили, добавил он. Порошенко напомнил о достижениях и извинился за болезненные реформы. Для кого реформы оказались особенно болезненными, кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял, даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу, отметил он. Кроме того, он пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее непоколебимую верю. Так путь же Господь Украину бережет. А ее новому руководителю помогает в работе, отметил Порошенко. Президент добавил, что стратегическая цель, которую он объявил во время предвыборной кампании, остается в силе. До 2023 году подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить план действий относительно членства в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение этой цели – задача каждого ответственного гражданина. Моя, в том числе, резюмировал Порошенко. Продолжение следует...